Сегодня, как и всегда, мы слышим Святой Евангелие на Божественной Литургии. Сегодня это отрывок из 13 главы. И там вначале две маленькие притчи, и потом еще один тоже такой поучительный притчный образ. Первые две притчи можно назвать притчами о Царстве, о Царстве Божием. «Господь говорит, Царство Божие подобно зерну горчичному, которое, когда сеется, меньше всех семян на земле, но потом вырастает в большое древо». Ну, это немножко так, может быть, несколько преувеличено, что большое древо, но вот действительно горчичное растение в Палестине при благоприятных условиях иногда бывает очень таким ветвистым. «Больших размеров». Это называется «от малого к большему». Или, как говорят исследователи Нового Завета, есть такая категория притчи в Евангелии, притча роста, когда что-то вначале совсем маленькое, незаметное, потом становится большим и значимым. Вторая притча похожа из этой же, так сказать, серии. Притча закваски, которую женщина берет и вкладывает в три меры муки, доколе не взойдет, не вскиснет все. О чем это все говорит нам Спаситель? О том, что то малое, доброе, духовное, спасительное, что есть в каждом человеке, может принести плод. Конечно, если сам человек не будет этому препятствовать, препятствовать и как-то вредить этому, ведь эту закваску можно было выкинуть, росток горчичного зерна растоптать или вырвать, ну, значит, этого не произошло. Значит, если вот так не вредить, не вмешиваться как-то резко, то что-то малое всегда приведет к большему. Вот это очень полезно и утешительно нам услышать и понять, когда мы переживаем, допустим, о своем состоянии духовном, которое нам кажется очень неблагополучным, очень слабым. Когда мы переживаем своих родных, близких, детей, внуков, крестников, вот это очень часто ведь приходим, рассказываем это на исповедях, в разговоре с священником, сетуем, ропщим порой на своих. Но вот здесь должно проявить веру и терпение. Наши слова и усилия, как нам кажется, которые бы воздействовали на развитие наших близких, которые молоды и неопытны, оно далеко не всегда может принести пользу. Если это отнести вот к этим притчам, то представьте, если бы женщина все время влезала сама в эту закваску и начинала бы что-то там такое, ну поскорее бы, поскорее бы взошло тесто, то она бы, может, и навредила. Или если бы посеянное зерно кто-то пытался бы искусственно ускорить его рост, дергать за только появившийся какой-то пробившийся росток, ну давай, вылезай, или давай скорее, быстрее, то можно совсем загубить, и ничего вообще не получится. То, что вылезло, тут же увянет, погибнет или сломается. Значит, нам не очень-то надо так усердно, что называется, переживать и влезать своими словами, какими-то усилиями. Молитва и вера, вера, что то малое, что мы как-то посеяли в этого человека или даже в самого себя, если этому не мешать, оно принесет плод. Сначала это все маленькое, да, нам кажется, ну вот и церковь не ходит там, может и крест не носит, не молится, но что-то ведь когда-то слышал, наш пример видел человек, и это отображается, и поверьте, есть много примеров, потому что священникам приходится сталкиваться, напутствуя, допустим, в болезни, в тяжелой, в старости, в смерти, напутствуя умирающих, тяжко болящих людей, старых людей. Очень часто именно удивляются даже родственники, и сам священник может удивляться, как человек преждедалекий, но спустя годы, спустя прошедшие вот какое-то расстояние длительное, он приносит и покаяние, и он сам обращается и к Богу, и сам начинает делать и повторять то, что когда-то в детстве, в юности делали его близкие, но тогда ему это было далеко, непонятно, неинтересно, но вот он сам уже пришел к этому, и уже осознанно делает свои шаги вперед к Богу, вот от малого к большему, постепенно, постепенно, и сам Бог смотрит на это и не вмешивается порой так резко, как может вмешаться какой-то человек, который может своей какой-то нетерпеливостью, резкостью, гордыней, грубостью вот испортить все это дело порой. И еще один образ, который в конце этого сегодня чтения, образ, так сказать, тоже в конце человека, об итоге, но об итоге людей несколько другой категории. Господь говорит, в последний день или в день, когда человек меня встретит на суде Божьем, кто-то будет говорить, Господи, Господи, отвори нам дверь Царства Твоего, а Господь скажет, отойдите от меня, я не знаю вас, делать или неправды. Кто-то другой скажет, Господи, на Твоих улицах мы ходили, ели, пили пред Тобой, Ты учил на улицах наших, и им Господь скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. То есть вот такая есть категория самоуверенных, гордых, недобрых, скажем еще, людей, которым кажется, что мы все делаем правильно, мы молимся, мы постимся, мы вот не такие, как это, как они там, молодежь или как какие-нибудь там еще, неверующие, пренебрежительно кто-то скажет, вот мы и в храм ходим, и все читаем, и перед едой молимся, едим, пьем пред Тобой, опять вспоминая слова этого приточного образа. А вот Господь видит, что ничего настоящего-то нет. Формально, да, человек что-то делал, формально, может быть, и в храм ходил, и даже, может быть, и часто ходил. А вот нет в нем любви, нет доброты, нет способности прощать, уступить, все время на своем только, все время только свое я, я. И порой молится, постится человек не столько для Господа, не столько в очищении своей души, сколько в утверждении, в своей самости, в своей гордыне, эгоизме, и это страшно. И тогда итог, оказывается, совсем не похожий на вот тот итог, который мы вначале с вами разбирали, когда что-то совсем маленькое потом приводит к чему-то очень большому. Вот, а здесь всегда было большое о себе мнение у кого-то, а Господь говорит, ты был делателем неправды, отойди от меня. Вот так вот, как все относительно, как все совсем не укладывается в стереотипы. Так что будем лучше смиренно надеяться и уповать на милость Божию и к нам, и к близким нашим, мыслить о себе скромно, смиренно, надеяться на спасение и свое, и своих близких. И Господь не посрамит это смиренное, это скромное упование на Его милосердие. Аминь. Аминь. Аминь.